Не могу как бы транзисторы вырезать, не могу транзисторы вставить. Поэтому получается логически вещь, которую я хочу сказать. Я хочу же это значение взять отсюда и поставить сюда. Все хорошо, но на арреях это сделать нельзя. То есть тип арреи не поддерживает такой операции, потому что его сырая память не поддерживает. И поэтому нам приходится копировать. То есть фактически нам приходится вручную сделать следующее. То есть мы хотим вот так скопировать, правильно? А вот это вот сюда. Это значение сюда, это сюда, это сюда, а последнее сюда. Сортировка пузырьков, или bubble sort, потому и называется, что у нас происходит всплытие элемента. Он как бы плывет, ну как пузырек, да, то есть фактически. Вода сверху, он поднимается, вода его обтекает и появляется снизу. Здесь та же самая идея, что наш элемент движется, и как бы обтекает элемент, его перепрыгнуть. Он по какой-то причине двигается туда. Вроде как он легче других. Сейчас он двигается просто так. А сейчас делаем, чтобы он был легче. То есть, да, если я это запущу, это мое творчество тут на rate-у-стрингах, он показывает, что 0, 9 превратился в 1, 2, 3, 9, 0. Алгоритм 0 поменялся с 1, 1 с 2, 2 с 3, точнее, 0 с единицей, потом 0 с двойкой, 0 с тройкой, 0 с четверкой, и оказался в конце. Да, все это здесь, вот я просто создал массив, распечатал его. Провернул свой трюк и опять его распечатал. Теперь добавляем вторую идиому. То есть пока это такое безусловное всплытие. Я решил следующее. Что я хочу отсортировать массив. По умолчанию, когда я имею в виду сортировку, то я имею в виду, что в начале будут самые маленькие, а в конце самые большие. И поэтому я один раз пройдусь своим обменом. Вот мой обмен. Вот мой обмен. Но я добавлю if. В предыдущем примере, смотрите, я просто шел в форум. От начала до конца. И менял элементы. А теперь я решил, что буду идти в форум и менять только если выполняется какое-то правило. А именно, я, то есть у меня есть какой-то такой автомат. Цикл форум позволяет мне вот как-то пройтись от начала до конца. Дашь ему массив, да, он говорит, от кара на нулю, меньше размера, так, а плюс плюс, плюс, он дрэ повторяет операцию. То есть я ставлю фор, делаю фор, я даю ему обмен элементом, запускаю вам дрэ, обменяем это. А я говорю, но я не хочу просто так менять. Я хочу сделать следующее. Вот мой массив. 0, 10, 23, 4, 5, 23, 4, 5, У меня там вот такая гребенка. Если я встречаю, вот это называется инверсия. элементы стоят не так я смотрю, я беру пару 0,10, они так стоят ну, меньшее число слева большее справа, я их менять не буду этот if это делает только если k элемент больше чем k плюс 1 если левый больше чем 2 я их меняю 0,10, они как бы отсортированы хорошо, 10,20 как бы отсортированы 10 меньше, 23 не, наоборот я беру и исправляю одну маленькую эту ошибку, я их сортирую все, я их переставляю местами получается 3,20 теперь я беру смещаюсь, 20 и 4 тоже непорядок поэтому я меняю и получаю тут 4, тут 20 20 и 5 тоже непорядок 5 и 20 20 и 600 нет, все нормально нет, все нормально маленькая, 600 большая, остается 600 700 600 и 700 тоже все хорошо 600 маленькая 700 большая 700 и 8 тоже непорядок я их меняю 700 и 9 тоже непорядок я меняю 100 получается 1 раз прошел с гребенкой и исправил какие-то как бы ошибки при этом произошло достаточно много всего то есть что меня интересует это не все что произошло массив в целом изменился меня интересует только одно изменение вот в этом алгоритме меня интересует что 700 оказалось в конце перед этим в конце оказался нулевой элемент такое бессмысленное действие в сортировке не имеющее отношение я крутнул первый элемент оказался в конце ну то есть еще раз крутнул опять все продвинется в данном случае я иду и то есть в графе моего прохода оказалось что самое большое число оказалось в конце почему это получилось потому что оно не могло не оказаться в конце если где-то было число самое большое m то я до него шел да и допустим впереди было какое-то маленькое число x или я его доменял то есть когда я вот их сравнил я точно их не переставлю это же большое это самое большое в массиве это меньшее с другой стороны если я с ним столкнулся я беру m и y m больше y я беру их меняю тут какой-то другой число z m больше u да то есть получается до того как я шел до своего максимального числа я учил меня меня когда я попал на максимальное все у меня нет шанса то есть получается идея еще в следующем почему пузырек всплывает потому что как бы вот эти элементы важнее этих то есть когда у меня все правильно элементы стоят на месте когда вот этот оказался как бы легче этого ну непонятно важнее легче то он начал всплывать двадцатка проплыла тройку четверку и остановилась здесь потому что дальше еще более крутой элемент и семьсот проплыла вот сюда то есть проходясь такой гребенкой получается что да я сделал несколько действий ну например двадцатка переместилась сюда семьсот переместилась сюда я сейчас не буду использовать переплыв двадцатки то есть я вам дал книги там книга Макконнелла во многих книгах это описано но конкретно в книге Макконнелла анализ алгоритмов при ее алгоритм соркировки в пузырьков и еще четыре разных его усовершенствования и стараются использовать ну например вот этот эффект что я не только семьсот отогнал но я и еще что-то сделал мы будем игнорировать эффекты у нас будет достаточно медленный алгоритм вот такой топорный точно работает простой то есть на основании цикла в нашем случае форм я строю какой-то автомат который прогрет и самый большой элемент в конце а теперь смотрите я хочу для этого трюка сделать следующее я один раз пробежался здесь остались те же самые числа что и были в начале но в конце самое большое а теперь я повторить хочу это еще раз только не до конца а вот до сюда я подозреваю что тут будет непонятно что а в конце будет шестьсот потому что среди всех оставшихся чисел шестьсот самое большое и оно не может не оказаться в конце так или иначе кто бы перед ним не был где бы оно ни находилось оно всплывет сюда потом я хочу повторить этот трюк оставшимся тут больше всего двадцать мне все равно что тут будет но двадцать сюда всплывет потом повторю и туда всплывет видимо девять десять десятки здесь нет а есть есть то есть совсем упрощенно а гореть с оркелом и пузырьком заключается в этом я беру свою штуку как-то напрягаю и самый большой элемент всплывает к концу тут что-то меняется я это игнорирую я говорю а хорошо как бы один элемент как бы на своем месте все больше его не трогаем смещаю границы и применяю то же самое к оставшимся а тут что-то происходит 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 и самый следующий самый большой на своем месте я говорю все больше его не трогаем я хочу это применять и применять это штука будто бывает и бывает и бывает и бывает и бывает и в конце все и тут оказывается что мне нужны вложенные циклы потому что одна вот эта пробежка выглядит как цикл надо хоп 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 повторять какое-то действие обмен элементами условно if обменять if обменять я могу эту пробежку заменить в виде цикла а теперь я хочу этот цикл много раз применять я хочу применить его от начала до конца от начала до границы до границы до границы до границы мне как бы нужен for в квадрате for for «Мне нужен вложенный цикл». Половина контор проверяет, просто дает какой-то вложенный цикл, не сортировку пузырьков, а просто вложенный цикл, и говорят, что он выведет. Задача проверить, как человек разобрался с этой частью синтаксиса. Вложенный свитч не сильно имеет смысл, а вложенный for очень даже… Смотрите, возможно стоит сейчас посмотреть огрызки… Смотрите, я могу сделать просто… Делаю один цикл, и внутри него прямо объявляю другой цикл. Там уже другая переменная, k, y, вот видите, уже плохо, уже k, y, непонятно кто снаружи, кто внутри… Ну ладно, и теперь вложу south, ctrl, j, k… Что здесь будет? Такой ответ. Почему? Как работают вложенные циклы? Такой ответ. Почему? Как работают вложенные циклы? И попробуем нарисовать цикл for. Как он работает? Мы приходим, мы пишем, одинарный k, одинарный цикл внутреннего сейчас нет. k равно 0. Хорошо, присвоим. Потом мы приходим к выбору. k меньше 4. Если да, мы идем сюда, делаем тело цикла и опять идем сюда. Не-не, потом мы делаем еще k плюс плюс. Прямоугольник – это действие. Робы – это вопросы. Где есть вилки? Если да, идем вниз. Если нет, идем дальше. То есть мы приходим. k равно 0, да. Ну, k равно 0, приходим. k меньше 4. Да. Заходим, делаем что-то, что внутри скобок. k плюс плюс и автоматически, да, вот тут идем опять наверх. k меньше 4. Да, k единица. Что-то делаем. k плюс плюс. k 2. k меньше 4. Да, k 2. Что-то делаем. k плюс плюс 3. Меньше 4. 3 меньше 4. Да, делаем. k плюс плюс 4. 4 меньше 4? Нет. Оп, закончили. Вышли и пошли дальше. Когда мы делаем вложенный цикл, мы фактически вместо знака вопроса опять ставим такую же штуку. То есть если мы это сейчас попробуем слегка увеличить. k плюс плюс. От нее мы выходим. Здесь мы приходим вот так. Если да, то мы делаем. j равно 0. j меньше 4. Если да, то делаем теперь меньшее тело. И идем вот сюда. Если нет, то идем вот сюда. Получается, у нас как бы есть как будто есть голубь. Мы можем прыгнуть назад. k не достаточно большой, прыгай назад. Ну тут проверяешь. Все. Разорван. Я иду. Попадаю. На k. k 0. Подходит. Я захожу. Посмотрите. Я иду. 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 Попадаю. То есть я прохожу. k равно 0. Попадаю на j. j 0. j 1. j 2. j 3. Все закончил. k равно 1. Захожу. j 0. j 1. j 2. j 3. j 3 закончил. k равно 2. j 0. j 1. j 2. j 3 закончил. k равно 3. 0. 1. 2. 3. k равно 4. выхожу. То есть я уже в большом вращении еще делаю маленьких. Чуть-чуть-чуть несколько. синтаксически это как выглядит. Я какой-то k говорю. k будет от 0 меньше 4. k плюс-плюс. И захожу в тело. То есть надо понимать, что у форма, собственно, вот эта как бы начинающая скобка, вот эта завершающая. Если я зашел вот в эту строчку, то дойдя до этой скобки меня каждый раз бросает назад. как бы голоту сюда. j плюс-плюс и оп сюда. Проверил. Оп-оп-оп. И я здесь вращаюсь. Когда разорвал по j, я добегаю до этой скобки и меня возвращает на большую форму. Если я здесь вывожу k. Давай я не так. Я буду выводить k и j. Вот так интересно. k плюс j. А, плюс да. Вот это самое внутреннее тело. Это я вот здесь. Что я там вижу? Я пробил k. Он стал равен нулю. Пробил j, стал равен нулю. А теперь я вращаюсь вот здесь и j только щелкает. Пока я из вот этой штуки не вырвусь, меня не отпустят до этой скобки, что я зацепился за k. Я зашел k равен нулю, и j равен нулю. А теперь я вращаюсь по j. Я вот здесь, вот отсюда, вот отсюда прыгаю. k равно ноль, а j равен ноль, один, два, три. Все, j меня отпустил. Я добежал до сюда, напечатал перенос строки, чтобы прыгнуть сюда. k щелкнулся, пока мы не выходим. И опять попадаю на j. Да, надо понимать, что каждый раз, когда я выпрыгнул, запрыгнул, то есть, когда я разорвал этот цикл, у меня новый j объявляется. Вот, это локальная перемена внутри скобок. Если из скобки выпрыгнул зашел, то j опять равен нулю. Когда из цикла вышел, зашел, все заново повторяется. Цикл от нуля до четырех. В итоге получается, то есть, k не изменен, то есть, берется какой-то k, потом j, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, берется новый k, и j опять проходит тот же самый путь. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. k, ч-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Этот механизм, это именно то, что нам нужно, чтобы реализовать свою сортировку пузырьком. Здесь в чем все-таки простота этой штуки? У нас получается, что, допустим, циклы между собой никак не зависят. Я выбрал какое-то К, потом я работаю с Й, К не меняется. Й от К не зависит. 0, 0, 1, 2, 3, 1, везде 1, видите? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Все интереснее, да, их можно зацеплять очень по-странному, но это буквально никому не нужно. Вот так часто зацепляют. Нам же как-то не зацепить. У нас внешний цикл такой. Нам нужно идти... Давайте просто напечатать. Треугольник — это как бы именно то, что нам и нужно. Нам нужно пробежать, потом пробежать меньше, 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 меньше. Индекс какой будет? То есть мы К бы учем. Надо К и К плюс 1, правильно? Два элемента. Вот так что... Мы как бы видим им треугольник. Почему? Я беру К равный 0. Я беру К и О будет от 0, и О должен быть меньше 0. Ни одного ЙО. Я внутренне не зашел. Хорошо? То есть цикл какой получается? Вот ЙО равен 0, и ЙО меньше 0. Ничего не сработало. Хорошо. Я беру К равный 1. С помощью я эту проверку прошел, а вот эту даже пройти не смог. К равный 1. Значит, ЙО будет от 0 до меньше 1. Да, подходит. 1. К равный 2, ЙО от 0 меньше 2, 0, 1. К равный 3, ЙО от 0 до 3. То есть 0, 1, 2. Вот это и вышло. К равный 1, единственный ЙО, который нам подходит, это 0. Из-за вот этого правила. К равный 2, ЙО отходит на 0, 1. То есть получается, внешний цикл задает рамки. То есть внутренний будет от 0 до рамки. Мы так вот так ставим. Так рамку пробежало. Так рамку пробежало. Так рамку пробежало. Да, если мы изменим вот здесь правила. Пирамидка будет такая. Если К равен 0, то ЙО от 0 до 0. Ну вот он, от 0 до 0. Если К равен 1, ЙО от 0 до 1. До, включая. Вот 1, 0, 1, 1. А если я выпиливаю равенство, то вам мешается, потому что от 0 вообще ничего нет. Когда единица, то от 0 до 0. Двойка от 0 до единицы. Вот тут очень легко ошибиться. Тут чуть-чуть какие-то случаются ошибки. Что здесь происходит? Сейчас мы сделаем рефакторинг. И, собственно говоря, этот алгоритм станет проще. Давайте сюда и смотрим, смотрим, чего мы хотим. Основная идея программиста, собственно, две вещи надо делать. Первое, надо уметь по своим идеям строить код. Второе, по чужому коду, или своему старому, восстанавливать идеи. Если первое, это просто навык, как идеи очень быстро кодировать. То второе, ну, кроме того, что это навык, нужно еще иметь, чтобы код был более грамотно написан. Потому что в ряде случаях невозможно понять, чего хотел автор. И тут надо все хорошо называть, правильные переносы, комменты, объяснения, хорошие именно перемены. Значит, смотришь на код, чего хотел автор. Нам нужно пройти от начала до конца, потом отсюда на один меньше, отсюда на один меньше. Да? Итак, это означает, что не смотрим на маленькие действия, большое действие. Вот что здесь происходит? Здесь, здесь, здесь. Мы видим перемещающуюся назад границу. Поэтому внешний цикл должен быть от крайнего элемента внутрь. То есть внешний цикл задаст от досюда, внутренний тр-тр-тр-тработок, потом отсюда, отсюда, отсюда. Значит, граница у нас будет, в общем-то, этот int k будет равен где-то там концу. Да? А railing плюс один, минус один. Не обращаем внимания. Значит, k равен вот этому. Движется сюда. Значит, k больше или равно нуля. Ну, там не надо, чтобы граница вот сюда ушла в отрицовоку. И k минус минус. Граница. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А обмен элементами будет бежать до границы. То есть внутри будет цикл, где будет какой-то другой счетчик. Отсюда до туда. От ноля. До. Он бежит не каждый раз. Если бы мы хотели вот так пройтись, то вот здесь было бы y меньше array length. Но мы каждый раз бежали до самого конца. А нам нужно бежать до границы, которая движется к нам. y меньше k, y плюс плюс. И вот тут что надо написать? Обмен элементами. То есть, верхняя строчка выполнится. k равен array length. минус 1, минус 2. Нужно брать этот элемент и следующий. Поэтому, наверное, минус 2. Это сейчас как бы не думаем об этом. То есть, надо в целом понять порядок. Да, у нас, наверное, минус 2. Барьер. Ну, или здесь минус 1, а тут меньше. То есть, я задаю, что k равен здесь. Теперь y там пробегаю от 0 до k. Я задал, k равен, допустим, 10. И беру 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Тык-тык-тык-тык. Потом говорю, k равен 9. 0, 1, 9. k равен 8. 0, 1, 8. То есть, я провожу обмен. Да, такие штуки фактически по памяти никто не пишет. То есть, надо понимать общие идеи, написал, а потом полчаса отлаживаешь. Повезет, делаешь за 2 минуты. Не повезет, то там индекс выскочил, то тут какой-то элемент не тронул, то там. То есть, в принципе, в типичной жизни программист вот это не делает. Не пишет постоянно вложенные циклы. Вообще, есть такая идея, что тут у нас тройная вложенная конструкция, внутри фора, скобки. Вложенная конструкция, когда отступит. В нем другой фор, а в нем еще и. То есть, вообще говоря, если типичному программисту дать сказать, когда и сколько раз вот эта штука выполнится, вот это реальный код, правильно? Это все мы гоняем, ищем место. Вообще говоря, как бы человек не может сказать, сколько раз это выполнится. Сейчас мы сделаем процедуру, которая с рефакторинг. Рефакторинг – это изменение формы кода без изменения того, как он себя ведет. То есть, это такое причесывание кода. Все современные IDE включают поддержку для рефакторинга. Я вам там книгу положил по коду convention, там 4 штуки. Есть видео на YouTube, где я объясняю целую лекцию о том, как грамотно писать код. Там я немного рассказываю про книгу Мартина Фаулера «Рефакторинг». Можете ее почитать, она тяжеленная такая, рейт страниц 400 или 500. Но это мега-классика. Все современные IDE поддерживают. Вот даже специальная вкладка рефактор и куча действий. Вести переменную, вести поле, выделить метод, заменить метод, дубликации и так далее. Это все пошло из той книги. Со временем желательно это освоить, потому что это резко ускоряет программирование. Итак, тройная вложенная конструкция есть зло. Потому что тяжело понять, что происходит. Да, я назвал счетчик барьер. Не k, а барьер. Мне как-то было назвать, надо правый конец. Можно назвать ее там write-age. Не знаю. Смотрите. Рефактор. Тройная вложенная конструкция. Да, всегда считается, что нежелательно, чтобы в методе было больше, чем где-то 7 строчек и нежелательно, чтобы были там... Некоторые считают, что должна быть одинарная вложенность. Даже двойная это слишком много. Вопрос, что тут распилить. Все один целиком, все работает. Смотрите, что делать. Надо смотреть на смысл. Я вижу вот эти три строки кода. Сейчас что я могу сделать? Человек, который будет читать, должен быстро сообразить, что я делаю. Ну, я могу поставить коммент. Swap K N K плюс 1 L L Да, желательно изначально все перемены, все комменты писать на английском. Насколько бы он не был ломаный, человек, который будет читать и который читает, скорее всего, как он, Вася, соседняя вид, значит, компьютера, но платит деньги за это какой-нибудь Джон или Майк. Ему, например, Вася Пупкин не говорит ни о чем. Или Крыжополь. Он не поймет, что человек, а что населенный фунт. Поэтому желательно сразу использовать. если вам нужен человек, пусть он будет Джон Смит, Джон Доу, Майк, Стелло, Анна, придумайте именно. Если это город, возьмите какой-то их город. Удачный, неудачный, Лондон, в Америке, не Америке, неважно. Когда американец увидит слово Лондон, он поймет, что это город. Когда он увидит Крыжополь, он не знает, что это. Ну, то есть, по этой же причине все комменты, все методы изначально надо называть на английском. Мне тоже английского не хватает, я захожу на translate Google Chrome и он мне переводит. Можно поставить коммент. Плохо. Непонятно, например, где действие коммента заканчивается. Это коммент к одной строчке или к трем строчкам. Второе, если я буду переписывать этот код, возможно, коммент будет уже неправильным. Кто за ними следит? Когда пишешь, следишь. Поэтому мы можем вот это все просто вынести в метод. У меня есть волшебная комбинация Ctrl-Alt-M. Сделать из этого метод. Это рефакторим. Все будет работать так же, только это будет метод. Я должен его как-то назвать. На этом мне приходится придумать имя. Это обмен элементов. Раз и... Вот у меня метод на три строчки. Что мы смотрим? Что здесь не нравится? Ну, понятно, это массив, я назвал его R. Окей, ну тут особо уже не придумаешь. Да, практически имя равно типу. Черт знает, что я там сортирую. массив это точно, а массив чего я не знаю. Вот это возможно не очень хорошо. Почему? Я меняю индексовый и индекс плюс один. Или индексовый и индекс минус один. Давайте назовем это сразу left индекс. Может лучше сразу что с чем? Ну, нужно придумать имена. Я вот так скажу, не могу думать. Давайте предложение. Рон ту. Ну, ту тогда вот это да, можно назвать, если вынести. Это будет ту индекс. Можно вот так. Ну, туда не left, а from, да. Можно так. Да, я ввел вроде совсем глупую переменную. Зачем хранить from индекс плюс один? Суть в том, что я ввел переменную, дал имя. И теперь человек, когда читает, он видит, какой там массив, какой массив. Есть from индекс, то есть from. есть to индекс. То есть он понимает, что есть откуда-то, куда-то, и дальше начинает смотреть. То есть фактически мы рассказали, что to индекс на один больше, чем from индекс. Когда мы меняли, например, когда мы инвертировали массив, то у нас from индекс и to индекс отличались не на единицу, а существенно. А тут плюс один. То есть он понимает, что куда меняют соседние элементы. Беру из from индекса, копирую, ну то есть возможно вот так. Хорошо, приходим сюда. Тройная вложенная конструкция. Я могу и это выпилить в виде метода. Ctrl, Alt, M. Болтар, лучшая вообще комбинация. Это вот условный обмен элементами. Да, здесь вроде глупо. Условный обмен элементами это условия и обмен. Ну, хорошо. Я могу и вот это выпилить. Это что? Это давайте на скидку One Pass. Один проход. Это спорное разделение, но оно показывает, что, во-первых, я в виде имен методов, ну, вместо комментариев я ввел имена методов. Это лучше, чем комментарии. Я показал в виде тел методов, что является сутью каждого действия. Один проход. Так, человек прямо смотрит. Вот так, один проход какой-то, один проход. Какой-то барьер. Я бегу от нуля до барьера и делаю условный обмен элементами. Нет, ну, если человек вообще не знает сортировок, конечно, ему это будет туго. Ну, тут совсем опросить нельзя. То есть, таким образом, хотя по факту у меня наличествует тройное вложенное условие, да, но в каждом конкретно есть или нет? Его нет. Тут одно условие, тут второе, тут третье. Имена методов человек может смотреть и, в принципе, по именам методов разобраться и проверять совсем чуть-чуть. Посмотрел, правильно ли вот это? Правильно ли вот это? Меньше ли равно или меньше? Возможно, надо еще как-то в именах переменных отобразить. Надо бежать меньше, чем барьер. Или меньше ли равно? Сейчас непонятно. Барьер он и барьер. Надо назвать какой-то недостижимый барьер. Или там, ну... Так, лабораторная. Ну, 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 ну... Смотрите. Да, вот опять же ссылка на страницу, весь пузырек. Я отсюда копировал просто. Приведет. На чем? В данном случае никакого логического обоснования по тем, что я буду делать? Нет. Просто прошу модифицировать алгоритм. Это уже не рефакторинг, потому что алгоритм будет делать то же самое, но по-другому. Эффект тот же самый, конечный, но процедура другая. Это не рефакторинг. Рефакторинг это такое. Переименовать переменные, разбить на методы, слить. Здесь я предлагаю изменить сам алгоритм. Смотрите. У нас что было? У нас был массив. Я к нему применял какую-то процедуру, и самый большой элемент оказывался в конце. Я применял опять процедуру, и самый большой оказывался вот здесь. Применял, и тут оказывалось 20. И это ту-ту-ту-ту-ту. А теперь я хочу, чтобы вы применили, и самый маленький оказался слева. 0, тут оказывается один, джу, тут там 10, джу, молодцы. Для этого нужно следующее. Вам уже не чтобы всплывал самый большой, а чтобы тонул самый маленький. Получается, что if у вас тот же самый, эффект в конце тот же самый, маленький слева, большая справа. Вы обмениваете элементы только в том случае, если у вас большой, а тут маленький. Вы их меняете. Но хитрость в чем? Когда вы шли в эту сторону, вот у вас, смотри, у вас большой стоял и маленький. Вы их взяли и поменяли. 1,20. Если вы теперь сместились вот сюда, то вы продолжаете работать с большим. Если он очень большой, да, тут 3, вы опять его меняете. То есть, когда вы смещаете рамку сюда, вы смотрите за большим, вы гоните большим. Если бы вы сместили обмен элементов сюда, вы бы сравнили маленький и семерку. Ага, единицу утопили. То есть, если вы обменивали условия if и обмен элементами, остаются точно такие же. Вы берете пару. Если у них инверсия, то есть они переставлены местами. Ну, большой начальный, маленький в конце, вы их меняете. Но если вы смещаетесь к тому концу, то вы начинаете большой гнать. Ну, вы гоните, каждый раз находите самый текущий большой и гоните его дальше. Гнали, гнали 20, нашли 600. 600 лучше, 700 лучше, опять маленькое, погнали 700. Если вы смещаетесь сюда, то вы каждый раз выбираете самый маленький и смещаете его. А не не равная просто-напросто в голове, все это провернуть трюк. То есть, вам нужно пробежать отсюда, досюда, до ноля. Потом вам надо пробежать отсюда, вот досюда, до единицы. Отсюда, досюда, до двойки. То есть, если так сказать, что у вас будет? У вас будет, что большое меняется вот здесь. 0, 1, 2. То есть, у вас будет цикл, видимо, форм. В котором будет какой-то инт, ну, я называю барьер, пусть будет барьер. Который в начале равен нулю. Потом, видимо, растет. А маленькая пробежка, вы теперь меняете в эту сторону. Значит, маленький. Каждый раз начинается с конца. То есть, там будет лэнс. Плюс один, минус один. Тут надо же подбирать там. Дальше, видимо, будет этот самый индекс должен быть. То есть, он будет уменьшаться, 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 но он не должен стать меньше, чем барьер. То есть, индекс должен быть больше или равен, тут нужно смотреть, конкретно вдумываться, чем мой барьер. И индекс у нас уменьшается. И вот тут надо написать условный обмен элементами. Конкретно, будет ли там ноль или один. При обмене мы же меняем индексовый, да? И индекс плюс один. Ну, надо смотреть, чтобы вот это или вот это не вылетело за пределы массива. Там будут исключения всякие. Ну, то есть, потестировать. Самая идея этих лабораторий, чтобы вы могли сначала, ну, соответственно, держали общую картинку, вы должны пробежаться до конца, потом меньше, 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 меньше. Это общая идея. Вы так хотите. А теперь надо взять и написать это в виде кода. То есть, надо вот устанавливать в голове соответствие между идеей и кодом. И назад. Оно не будет работать, и вы должны как-то в голове обнаруживать, где вы не угадали. Вторая причина. Тут будет куча исключений. То будете вылетать слева, то будете вылетать справа. Или будет сортировать не до конца, как-то кривовато. Тут идея, ну, просто как это. Чтобы ребенок стал художником, надо ему набить руку и глаз. Так, давайте еще. По времени сильно вылетели. Давайте совсем кратко. В следующий раз закончим, потому что мы не делаем 3 часа. Итак, что у нас есть? У нас есть умножение матриц. Это не обязательно. Кто хочет, реализуйте. То есть нужен метод, который умножает 2 матрицы. Вот его сигнатура. Тут суть в том, что надо работать с двумерными массивами. Что такое двумерный массив? Ну, по желанию. Вот читайте. Там получается тройной вложенный цикл. Собственно, идея из-за этого. Умножение матриц. Легко гляньте в Википедию. Не знаю, там ссылок нет. Предложил, такой у меня учился Дмитрий Бабак. Он сейчас в Global Logic уже темрит. И вот когда он уже не учился, предложил вот такое обучение. Да, это одно. И у нас есть две еще сортировки. Сортировка вставками, сортировка выборками. Мы их в следующий раз рассмотрим. То есть сегодня не успели. Если совсем кратко, если хотите, почитайте в тех книрах, что я дал, самое популярное. Там две важных книги по раскладке алгоритма. Папки. Это Вир и Корман. По алгоритмам Кнут не актуален. Кнут это справочник. Да, его стоит читать, может целиком, если вы пишете драйвера или ядра компьютерных игр. У вас там все